Привет, мои хорошие! С вами Светлана. Сегодня у нас обзор покупочек белорусской косметики. В этом видео будут продукты Vitex и Bielita. Зашла я тут девчонки накануне в белорусский магазин, точнее магазин белорусских продуктов, и была крайне удивлена ценам и богатому ассортименту. Глаза разбежались, но вовремя себя остановила, и сейчас вам расскажу, что интересненького я там нашла. Первый продукт выбрала моя дочка, это Vitex, модница и красавица, шампунь для детей от 6 лет. И он, девчонки, крутой. Здесь шампунь, шелковистый и блестящий локон для волос с маслом органа и протеинами шелка. Он действительно классный. Мы вчера его испробовали, и волосы невероятно блестящие, не пушатся, лежат отлично, послушны. Даже специально не стали использовать никакой бальзам, не смывашку и так далее. Шикарный. Я просто довольна все 100. Пойду еще, когда в этот магазин, может быть, присмотрю бальзамчики из этой серии, ну уж для комплекта. Шампунь имеет еле уловимую одушку, и он, знаете, такой бесцветный. Бесцветный, так что я могу даже сказать, наверное, он подойдет аллергикам. Следующий продукт это крем-депилятор 5 в 1 для рук и ног, для всех типов кожи. Вот так выглядит коробочка. Это у нас Vitex. Масла авокадо и абрикоза Депантенол. Безупречно гладкая кожа надолго. Не знаю, насколько надолго, но сегодня я его протестировала. Вот видите, мне хватило его буквально на один раз. Вот такая лопаточка в комплекте. Она довольно острая. Даже больновато было в каких-то моментах. У меня вообще электрический депилятор, но тут я не могла пройти мимо. Мне хочется затестить эффект салонной эпиляции, нам обещают. Нанесла я его, написано, на 2-3 минуты. Я держала подольше. У меня волосы довольно, как сказать, толстые, да? На ноги и на зону подмышек. Попробовала и там его протестить, и что могу сказать, супер. Но держала не 2-3 минуты, как написано, а минут 10. Идеально. То есть идеально. Волосы удалились все. Кожа безумно гладкая, поэтому не врут. Написали правду, действительно. И очень мягкая, кстати. Не требует даже потом каких-то средств после депиляции. Не шелушиться. Все идеально. Все потрясающе. Единственный минус, что хватило мне как бы на один раз только. На, полностью на ноги и на зону подмышек. Но он очень бюджетный, девчонки. И все покупки, которые у меня сейчас здесь, они, в принципе, все где-то в районе 100 рублей или 105-110. Советую на все 100. Кто пользуется именно кремами для депиляции, он великолепен. Биэлита. Гель для снятия усталости новых охлаждает, успокаивает, дезодорирует. Восстановление. Вот так он выглядит, девчонки. Здесь у нас эфирные масла, чайное дерево, мятый эвкалипт, миндальное масло, масло лесного ореха и ментол. И, ну, я люблю такие вещи тестить, если вы смотрите меня, вы знаете, вот именно потому, что ноги устают к вечеру жутко. Движения много, бегаем вообще по всему городу за день, можем так набегаться, что ног не чувствуешь. И он, девчонки, работает. Если кто-то пробовал когда-то лошадиную силу гель аптечный, знаете, такой большой, он довольно-таки с зеленой этикеточкой, охлаждающий лошадиную силу, это полный аналог этого средства, только гораздо дешевле. Вот у меня был гель лошадиная сила, и вот один в один, девчонки, охлаждает, у меня даже ноги замерзли, и часа два такой эффект. Это не секундочка, как вот в креме Фаберлик, нет, это действительно работающее средство, ноги себя чувствовали просто великолепно. Венки, где вздуваются, они вот прям через несколько минуточек пропадают практически. Он работает, он классный, я просто влюбилась в этот крем, и я буду брать его на постоянной основе, он вообще суперский просто. Дальше два интересных продукта, это у нас Витекс, вот так они выглядят, это Алоэ линейка. 97% натурального геля Алоэ. Увлажняющий тоник для лица, их было несколько, какой-то увлажняющий, еще какой-то, не помню уже, девчонки. Кожа, значит, идеально подготовлена к последующему уходу. Что могу сказать про этот продукт? Дозатор здесь, в принципе, удобный, вот так выщелкивает, довольно такой тугой, скажем. И запах из моего детства, когда были огуречные лосьоны. Он прозрачный, слегка-слегка зеленоватый, но я бы сказала, что прозрачный. И вот если вы помните, как пахли раньше советские огуречные лосьоны, то вот прям очень-очень похоже. Состав, состав, девчонки, просто огонь. Потому что на втором месте уже у нас Алоэ Вера, на первом вода. Кому интересно, здесь он внизу. Вот он. На втором месте Алоэ и дальше, там дальше, что-то, что-то дальше. Глицерин тут вижу. Касторовое масло есть, кстати. Парабены какие-то. Ну, Алоэ на втором месте, и на том спасибо. Тоник классный, тоник очень понравился. К нему никаких нареканий. После него менее заметные поры. Лицо немножечко подтягивается, тон выравнивается. И он немножечко высветляет, мне кажется, прям вот. Да. Крем. Тоже 97% геля Алоэ, питательный крем для лица, день-ночь, восстановление, упругости, защита от морщин. По нему у меня какие-то противоречивые ощущения. В целом все нормально. Как бы вот такой вот тюбик. Он тоже пахнет абсолютно так же, как и тоник. Имеет довольно плотную консистенцию. И такое ощущение, что здесь в составе, как же называется эта вещь-то, по типу болтушки. Ну, цинк. Вот похоже очень. Кто применял когда-нибудь продукты с цинком на лицо, тот меня поймет. Матирует. Действительно. Обещают, что в 100 мл средства содержится 97 мл живого сок Алоэ. Сок Алоэ здесь тоже на втором месте. И вот как это выглядит на коже. Солнышко нам сегодня мешает. Распределяем. И он какое-то время, вы знаете, чувствуется на лице. Реально чувствуется. Запах, кстати, ярко выражен. Огуречного лосьона. Но он пропадает быстро. И такое ощущение, что поры затираются. Лицо матируется. Высветляется сразу же. Сразу же высветляется. Поэтому я почему и думаю, что здесь цинк в составе должен быть. И кожа реально становится светлой. Когда пропадает ощущение, минут через 10, что у вас на лице что-то есть, все нормально. Но я не очень люблю такие крема, которые я чувствую на своей коже. Если две руки сравнить. Вот я даже вот так вижу, что кожа слегка высветляется. И поры становятся менее заметными. Поэтому, в принципе, надо пробовать. Я буду дальше тестировать этот продукт. Пока все нормально. Использовала его как ночной. Кожа, кстати, матируется. Жирного блеска никакого. Липкости никакой. Продукт интересный. Один продукт я взяла в этом же магазине. Я не знаю, насколько он белорусский. Потому что написано Made in Germany. Reloes марка. Вот так. Это у нас лайнер для бровей. И я в него, девчонки, просто влюбилась. Он обалденный. Я взяла его по акции за 100 рублей. Так он, по-моему, 180. Представлен в четырех оттенках. Это самый светлый 01. Если где увидите, берите, не сомневайтесь. Я сейчас вам покажу. Он у меня на бровях. Именно им сегодня оформлены мои брови. Здесь можно поиграться с оттенком. Он не уходит в ржану. Нормальный коричневый светло-коричневый цвет. Солнышко светит. Кажется, что уходит в ржану. Он застывает. И просто вот намертво никуда целый день с ваших бровей не девается. Абсолютно. Я сейчас вам это покажу. Вот. Смотрите, несколько секунд прошло. Все. Впечатался. Можно поиграть с оттенком. То есть можно сделать, оставить такой светлой девочке-блондинке. Я накладываю сверху еще слой, потому что мне потемнее бровки нужны. Накладываю сверху слой. И можно, кстати, прорисовать. Я вам сейчас покажу. Бровки именно. Не сильно тонко, конечно, но это реально. Вот. Вот я наложила второй слой. Два слоя. Да, он немножко потемнее уже. Сейчас засохнет и тоже никуда с нашей кожей не денется. Мицелляркой снимается хорошо, пенками хорошо. А так прям впечатывается. Мне так понравилось им оформлять брови, что я, пожалуй, пойду и еще закажу какой-нибудь оттеночек. Может быть, графит. Не знаю. И попробую. Вот. Видите? Все. Никуда не девается. Остается на месте. Так что, если где-то увидите в магазинах, у нас почему-то в белорусском. Называется он фломастер для бровей. Перманентный маркер. Вот. И вот так вот фирма называется. Ну и на этом все, мои хорошие. Вот такие покупочки были у меня в белорусском магазине. Надеюсь, была вам полезна. И если это так, обязательно ставьте лайк. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok